Печальный день. В истории мирового спорта из тенниса уходит самая яркая и самая громкая звезда Мария Шарапова. О пути к теннисному Олимпу Павел Полищук. Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства? От игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех горькие слезы и неописуемую радость. Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай. Этого дня в теннисном мире, конечно же, ждали, но надеялись, что все случится намного позже. Из-за хронических травм Мария Шарапова не сможет продолжить свою блестящую карьеру. Нам будет тебя не хватать. Вот такое настроение сейчас в мировом теннисе. Мария заслуживает аплодисментов. У нее удивительная сила воли. За последние пять лет на нее свалилось слишком много проблем. И мне жаль, что такая фантастическая карьера закончилась чередой травм. И все равно Мария может гордиться собой. Я уважаю Марию за ее характер. Она многого достигла как на корте, так и за его пределами. Она стала примером для подражания для многих теннисистов. Я просто желаю ей всего наилучшего. Нягонь – городок нефтяников и газовиков в Тюменской области. С населением всего 55 тысяч человек. Именно сюда Юрий Шарапов привез в 1986 году свою беременную жену из Гомеля, спасаясь от чернобыльской радиации. Два года спустя на рынке резко упали цены на нефть. Вместе с ними сократились и заработки. Отец Маши принял нелегкое решение бросить все и перебраться в курортный Сочи. Там-то будущая звезда и познакомилась с любовью всей своей жизни – с теннисом. Так курортный роман стал служебным. Сочи Юрий Шарапов подружился с Александром Кафельниковым, отцом будущего олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова. Тот подарил Маше старую ракетку сына. И она стала для нее счастливой. Раньше ракеток маленьких не было в магазине. Я обрезал ракетку Женину, короткую сделал и дал ракетку. Она начала играть. Когда стало понятно, что Маша не просто хорошо научилась играть в теннис, а у нее настоящий талант, Юрий Шарапов решает во что бы то ни стало – везти девочку в знаменитую академию Нико Балетьери во Флориде. Он продал квартиру, занял денег у друзей и семья отправилась в США. Марии удалось произвести впечатление на американских тренеров, которые были поражены ее уникальным талантом. В академии Шарапова познакомилась с Динарой Сафиной, с которой проведут бок о бок не один год в сборной России. Мы знакомы с 8 лет. Мы по годке росли вместе. Конечно, Мария достигла невероятных достижений. Когда 17-летняя девушка приехала покорять Уимблдон, теннисные комментаторы уже знали, чем сильна юная русская красавица. Турнир стал звездным часом Шараповой, которая в финале мастерски разделалась с грозной сиреной Уильямс. Это был ее первый большой шлем. Их будет еще четыре. Она боится, она ставит перед собой и ставит всегда сам высокие цели. И она умеет жертвовать многим, чтобы добиться этих целей. Мне кажется, это главное качество, которое ее отличало, отличает от других. То, что на корте Шарапова, можно понять и с закрытыми глазами. Громкость ее криков равна 105 децибелам. Больше, чем у 737-го Боинга. На самом деле, резкий выдох, который может сопровождаться звуком, увеличивает резкость и силу удара. Таким же приемом пользуются и каратисты. Действительно неотразимая. Или, как назвал Марию знаменитый теннисист Андреа Гасси, шикарная. Такая она и есть, икона теннисного стиля. Шарапова сама придумывает себе наряды, как вечерние, так и игровые. На каждый турнир новое платье. Сама занимается своим бытом. Вот и дом в Лос-Анджелесе обустроила по своему вкусу. Я бы сказала, это самая душевная и уютная комната в доме. Хотя бы потому, что она далеко от всех остальных, в самом тихом углу дома. За Шараповой всегда выстраивалась целая очередь рекламодателей. Но она представляет не только продукцию известных компаний, но и свой личный бренд – Шугарпова. Кроме всемирной славы, теннис научил ее стратегии, тактики, стремлению к успеху. Вот Маша этим и пользуется. Дело процветает, конфеты по рецепту ее бабушки продаются по всему миру. Бизнес с бизнесом, но свою жизнь после тенниса Мария видит по-другому. Очень хочется создать семью, стать мамой. Шарапова встречается с британским бизнесменом Александром Гилксом. Он считается одним из самых завидных женихов Великобритании. Как знать, может быть, уход Марии из спорта напрямую связан с тем, что свадьба не за горами. Александр – миллиардер, но и у Шараповой неплохое приданное. По данным Форб, Станисиско занимает первое место по доходам среди российских спортсменов. За последние десятилетия она стала богаче почти на 198 миллионов долларов. На втором месте в этом списке еще один россиянин, который проживает в США. Александр Овечкин заработал 137 миллионов, но в отличие от Шарапова и хоккеиста оставаться со спортом пока не намерен. В свои 34 капитан Вашингтон Кэпиталс полон сил и доказывает это на деле. В минувшие среды он забросил свою 701-ю шайбу в НХЛ и вышел на восьмое место среди лучших снайперов лиги за всю ее историю. В США уже принимают ставки. Сумеет ли Александр Великий до конца своей карьеры достать великого Уэйна Грецки? Теоретически возможно. Дело за малым. Ове нужно еще 4 сезона забрасывать по 50 шайб и тогда рекорд канадца не устоит. Алекса Вечкин! Его обожают болельщики. Руководство команды тоже им довольно. В семье все отлично. Александр с супругой ждут второго ребенка. Живи, радуйся, забивай. Павел Полищук, Ксения Крихели, Ольга Воронкова. Программа «Вместе».